В картиной галереи состоялся вечер русского романса. Лауреат международных конкурсов Екатерина Полянцева и концертмейстер-пианист Иван Шмаринов исполнили музыкальные композиции 19, 20 и 21 веков. На концерте побывали и мы. Романс Бориса Прозоровского «Мы только знакомы» написан в 1924 году для будущей заслуженной артистки грузинской СССР Тамары Церетели. Спустя почти столетия музыка трогает и слушателей, и исполнителя. Лауреат международного конкурса «Средиземноморская романсиада» Екатерина Полянцева исполнила 13 романцев. Обладательница сопрано представила несколько видов этого жанра. Жестокие, дворянские, бытовые, городские и цыганские романсы. Каждый романс — это история, каждый романс — это моя любовь отдельная, поэтому тут нельзя сказать, этот я люблю больше, этот я люблю меньше. Я всё люблю то, что я исполняю. Аккомпанирует Екатерине выпускник Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, пианист, композитор Иван Шмаринов. Это их первый совместный концерт. Буквально недели две, наверное, вот как мы начали готовиться. Как обычно, репетиции проходят, работали, оттачили какие-то детали. Слушать солиста, чтобы не мешать ему, а наоборот, лучше выявлять его талант. В концертной программе Иван исполнил три произведения собственного сочинения. Это музыкальные пьесы по картинам русского художника Ивана Шишкина, «Рожь», «Утро в сосновом бару» и «Туман в лесу». Концерт приурочен к Международному дню музеев, который отмечается с 1977 года. В этот день в галереях и выставочных комплексах проводят многочисленные торжественные мероприятия, и любой желающий может приобщиться к искусству. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.